Благодарим сервисный центр ModMac за помощь в создании видео. Всем привет! Не так давно с нашими друзьями из сервиса центра ModMac мы меняли заднее стекло на iPhone X, которое было случайным образом разбито. Когда проходила замена, мы задали вам вопрос, что вам вообще интересно узнать о процессе замены запчастей, комплектующих и в целом об обслуживании iPhone, ну и естественно о его возможных неисправностях. Вы задали вопросы, мы передали их специалистам ModMac, получили от них ответы и готовы их озвучить. К саму процесс замены стекла мы покажем в конце видео, а пока я просто отвечу на ваши вопросы. Первый вопрос звучал так. При обычных голосовых звонках с iPhone X оппонент жалуется на качество передаваемого звука, он говорит, что он идет как из трубы. Такая ситуация наблюдается как минимум с двумя имеющимися iPhone X. При этом, если включить громкую связь, такой проблемы не наблюдается. Просто запись на диктофон также не проходит без проблем. Эксперименты со звонками проводились на разных операторах связи. Вопрос, в чем может быть проблема? Дело в том, что в iPhone X установлено сразу 4 микрофона. Один из них установлен в основную камеру и записывает звук, когда идет запись видео. Второй установлен во фронтальную камеру и нужен для громкой связи. А еще два микрофона находятся на шлейфе. Внизу смартфона, и один из них отвечает за диктофон, а второй за телефонные разговоры. Если не работает и то, и другое, то, соответственно, проблема, скорее всего, именно в этом шлейфе и должна помочь его заменам. Если замена не поможет, то проблема более глубокая и связана с другими компонентами железа. Что это такое, сказать сразу сложно, но, судя по симптомам, это именно тот самый вариант, когда надо просто заменить шлейф. Следующий вопрос звучит так. Подскажите, пожалуйста, у меня iPhone 5s. При перезагрузке или Power Plus Home перед выключением появляются полоски на весь экран, а затем все окей. Это программное или дисплей? Данная проблема встречается у наших клиентов, но это, скорее всего, даже не программный и это не дисплей. Все у вас нормально. Просто это некоторый баг и особенность iOS 10 и iOS 11. Такое иногда бывает, и это не является проблемой, поскольку все работает, можно расслабиться и пользоваться смартфоном дальше. Это никак не должно влиять на комфорт использования. Следующий вопрос. Вопрос специалиста ModMac. Вчера внезапно при звонке с iPhone 6s Plus через комплектные наушники услышал треск. Также собеседник слышит исключительно треск вместо голоса. При воспроизведении музыки и другого звука проблем нет. Проблема сохраняется, если использовать гарнитуру с другим телефоном. В чем может быть проблема? Для начала вам следует попробовать использовать ваш смартфон с другими наушниками. Если проблема сохранится, то, видимо, дело в телефоне и, скорее всего, придется менять или разъем, или какие-то другие компоненты. Надо будет сдать смартфон на диагностику. Если проблемы исчезнет, то дело именно в гарнитуре. Мы тогда в этом случае рекомендуем вам купить новую, желательно оригинальную гарнитуру. И это тоже можно сделать в сервис-центре ModMac. К сожалению, гарнитура не ремонтируется, поэтому отремонтировать ее не получится. Придется покупать новую. Следующий вопрос. Сохранится ли пыль и влагозащита после замены заднего стекла на iPhone X? После любого вскрытия нарушается заводской клеевой слой, который уплотняет заднюю стенку к корпусу, который не позволяет проникнуть в воде внутрь. Если слой нарушен, естественно, его можно восстановить, и специалисты ModMac это делают. Но, к сожалению, гарантии никто дать не может. И поэтому после ремонта не рекомендуется принимать ванну и попадать в какие-то места с повышенным содержанием пыли вместе с этим смартфоном. Ну, собственно, даже сама Apple на заводскую водоизоляцию не дает никаких гарантий. Они говорят, что если вода попала внутрь и повредила компоненты, то в этом случае гарантий не распространяется. Вот такая вот пыль и влагозащита. Следующий вопрос. Добрый день. Скажите, сколько стоит замена верхнего динамика на iPhone X? Является ли это гарантийным ремонтом? Слышу хрипы при разговоре и проигрывании видео. Собственно, стоимость замены верхнего динамика в сервис-центре ModMac стоит 2490 рублей. И да, это является гарантийным случаем. Если ваш телефон на гарантии, то рекомендуем обратиться в сервисный центр, который оказывает гарантийный ремонт, и сделать это там. Но, если ваш телефон не подлежит гарантийному обслуживанию на территории России, например, он куплен в другой стране, или просто он не подлежит гарантийному ремонту по какой-либо причине, то в этом случае специалисты ModMac могут вам помочь. Цену я уже назвал. 2490 рублей стоит замена этого динамика. Ну и последний вопрос. Как долго по времени и сколько стоит услуга замены заднего стекла на iPhone X? Процедура замены заднего стекла на iPhone X занимает примерно 2-3 часа. Точное время зависит от сложности работ. Когда мастер вскроет это, он поймет, насколько сильно было разбито стекло, насколько осколки попали внутрь аппарата и насколько сложно будет их оттуда вытащить. После замены вы получаете смартфон с новым стеклом и стоит это 5990 рублей. Собственно, процесс замены стекла мы и покажем в этом видео. Поэтому вот как выглядит процесс замены заднего стекла на iPhone X в сервис-центре ModMac. В начале разборки любого смартфона, как правило, надо снять экран. Для этого надо будет открутить винтики в нижней части, рядом с разъемом для зарядки. Откручиваются они специальной отверткой и могут потеряться, поэтому требуется максимальная осторожность. Когда винтики будут выкручены, можно будет снимать сам дисплей. Но для его снятия надо справиться с клеевым слоем, который уплотняет соединение и не позволяет влаге попасть внутрь. Для этого его надо будет как следует прогреть. Когда экран будет удален, надо будет снять защитный экран со шлейфа, а также отключить аккумулятор для большей безопасности и окончательно отсоединить все шлейфы дисплея. После этого надо будет демонтировать камеру, так как ее рамка будет мешать установке заднего стекла, который и надо заменить. Для демонтажа камеры надо будет снять пластину, которая прижимает ее и извлечь ее из корпуса. Для демонтажа аккумулятора потребуется усердно поработать над извлечением двухстороннего скотча из-под него. Надо подцепить его, а потом вытянуть. Это не так просто, но выполнимо. После этого аккумулятор можно будет легко снять. Когда аккумулятор будет снят, надо будет отсоединить последние шлейфы, многие из которых находятся как раз под аккумулятором. Также надо будет снять модуль фронтальной камеры и модуль системы Face ID, которые не совмещены с экраном и после его демонтажа остаются на месте. Отсоединяем антенну Wi-Fi. Одним из последних шагов будет отсоединение материнской платы, которая в iPhone X очень маленькой и постепенно уменьшается практически с каждым новым поколением смартфонов. Снять спираль беспроводной зарядки будет сложнее, но при должном уровне сноровки это тоже вполне возможно. Когда все работы проведены, можно приступить к демонтажу стекла на задней стенке. Тут тоже потребуется немного подогреть аппарат и поработать специальным инструментом. После демонтажа стекла надо будет снять только рамку камеры, которая является последним препятствием на пути к установке нового стекла и соскоблить последние остатки клея по бокам. Теперь перед нами голая задняя стенка iPhone X, которая и будет базой для установки нового стекла. Стекло устанавливается на клеевое основание. Его надо максимально ровно расположить на самом стекле и после этого приклеить к корпусу. Собственно это все. После этого останется только провести сборку в обратной последовательности. В конце стоит сказать, что мы настоятельно не рекомендуем проводить данную процедуру своими руками, так как есть риск повреждения хрупких компонентов при возникновении трудностей. Все показанное в данном видео является больше справочной информацией и призвано просто показать, как выглядит этот процесс. А вообще просто будьте осторожны с дорогой техникой. На этом все. До новых встреч. Всем пока.